И где? Ой, блин, куда-то я попала. Короче, здесь, о, видите, что лиц. Ну ладно, пошли посмотрим. Девочки, в подвале нашли, ребята ползали здесь, и в подвале какую-то нашли собаку. Говорят, это старые заброшенные здесь развалины, и там где-то собака в подвал упала. И вот сейчас ребята это все определили, и мы сейчас полезем и найдем. Знать бы еще, как сюда залезть. Я ж не паркурщик, блин. Так, бабе 60 лет, а мозги по-прежнему 18. Так, дальше куда, ребят? Сюда? Ребят, вот там дыра, ее там совсем не видно никак. Можешь посветить, фонарик есть? Посветите кто-нибудь туда. Да хоть чуть-чуть, Эдик, можешь пройти посветить? Попробуй ты. Где она там, хоть чуть-чуть? Ну-ка, дайте мне, ребят. О, господи, подожди. Посветите немножко, чтобы я снять могла. Где она там сидит? Не вижу. Вон там, вижу. Все, видим. Все, ребята, сейчас будем доставать. Кто сможет, Сережа, сможешь? Если что. Короче, вон там внизу подвал глубокий довольно-таки. Собака упала и не может оттуда выбраться никак. Красавица или красавица. Посмотри сюда. Короче, это дом, который переселяли. Это от него сарай. Сейчас покажу снаружи, как он выглядит. Вот такой сарай. Зайд, одет. Короче, сарай осталось буквально месяц-два. И так как сейчас весна, он рухнет просто. И собака останется там. Вот такие вот дела. Камера у меня плохая, поэтому, как получается, фонарик у меня тоже с собой нет, чтобы посетить. Ну, подвал вот такой глубокий. В сарай находиться вообще жутко страшно. Он может в любую моменту просто взять и рухнуть.